Взятки в украинских судах берут тысячами и миллионами долларов. Этому уже никто не удивляется. Правда, брать теперь стало сложнее. За судьями наблюдают общественники. Недавно на вымогательстве поймали судью в городе Котовске Одесской области. Привлечь взяточника к ответственности потребовала общественная организация иллюстрационная комиссия Одесской области. Активисты организовали пикет у здания областного апелляционного суда. На отснятых ими кадрах судья Котовского городского суда Сергей Фабежевский договаривается с ИСО о нужном решении. Материал показали представителям прокуратуры, управления внутренних дел, службы безопасности и мэру Котовска. Сам судья сделал вид, будто потерял память. Что происходит, он не может пояснить, потому что он не помнит. Вот именно не помнит, что происходит за две минуты видео, которое мы предоставили. Дело касается недавно прогоревшего имекс-банка. По закону государство выдают частным лицам-вкладчикам до 200 тысяч гривен от суммы вклада. Этим воспользовалась частная фирма. У ООО имени Кирова находилось на счетах в имекс-банке 3,5 миллиона гривен. Практически 3,5 миллиона гривен. Этот ООО имени Кирова фактически продает 18 людям, они говорили как раз на записи, что там 18 физических лиц, продает по 200 тысяч, некоторые суммы немножко меньше. Именно долг и судья Фабежевский признает этот договор действительным и обязует фактически имекс-банк подать уже в фонд гарантирования вкладов на выплату, чтобы государство выплатило эти деньги непосредственно уже этим 18 людям. Общественники считают, что таким образом с помощью судей Сергея Фабежевского фирма пытается через постовных лиц получить деньги от государства. Теперь бизнесмены опасаются апелляции, делаясь и попытка договориться через сына судей Фабежевского Владимира, работающего помощником судей в апелляционном суде. С экономической точки зрения может быть дорого. Может быть очень дорого. Ведь 10 это минимум. Минимум? Да. По такому делу 10 это минимум. Общественники намеревались побеседовать с помощником судьи Владимира Фабежевским, но он прятался в кабинете и потом вообще скрылся. В данный момент этот помощник судьи Вадовской Людмилы Николаевны является сыном Фабежевского, судьи, которого вы видели только что на взятки. Сейчас в данный момент он закрылся в кабинете, не выходит ни под каким предлогом. Папа, который сегодня научил сына работать в апелляции, как вы слышали, имеет доступ к правилам игры всего суда. Реакция председателя Одесского апелляционного суда была чисто формальной и явно вынужденной. Трудно представить, как человек, проработавший 20 лет в судебной системе, может не знать, что творится у него под боком. Виновным лицом можно признать только тогда, когда будет обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Говоря о помощнике, который работает в суде, я сегодня же издам приказ о проведении служебного расследования. Материалы общественного расследования переданы в Генеральную прокуратуру. И, возможно, это не последнее такое дело. Как живут наши судьи, не секрет. Посмотришь на парковку у апелляционного суда, и все ясно. Дорогие иномарки выставлены, как в автомобильном салоне. Это начало раздражать и центральную власть. 4 июня в обращении к Верховной Раде Петр Порошенко сообщил о расследовании Высшего совета юстиции. Проверяется деятельность 300 судей. Главное нарушение – коррупция. Глава государства считает, что все, запятнавшие судейскую мантию, должны быть уволены. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Продолжение следует...